А что это вас забыли? Вы болтаетесь еще тут. Груши все разыпались! Знаете, я не готова так сварить на работе. Конечно, без вопросов. Так вы вот какой герой. Ну, я не совсем герой, я просто работаю на корпоративах, мне не выступаю. Тушим бесплатно, поем дорого. Ай, это же как-нибудь спасатель! Доброй Раницы, Беларусь! Доброй Раницы, Беларусь! В эфире телеканала «Беларусь-1» из Путникова телеканала «Беларусь-24» программа «Доброй Раницы, Беларусь» и ее ведущая Светлана Боровская. Сегодня 21 января. В минувший четверг наши спасатели отметили свой профессиональный праздник. И мы их с этим поздравляем. И если обычно сотрудники МЧС приезжают к людям, то сегодня все наоборот. Давайте смотреть, где и как готовят будущих спасателей. История университета гражданской защиты МЧС Беларуси началась в 1933 году, когда в Минске была открыта пожарно-техническая школа. За 90 лет учреждение несколько раз переименовывалось, преобразовывалось. Но суть оставалась неизменной. Подготовка специалистов для пожарной охраны. Выходите. Это дворик внутренний, да? Да, это наша внутренняя территория. Илья, вы ответственный секретарь приемной комиссии. Все верно. Вы, наверное, человек ответственный. Очень. Да? Наверняка. Не может быть ответственным секретарем человеком безответственным. Безответственным, да. И вот на какие факультеты приходят ребят? Шесть факультетов в университете. Если говорить о тех факультетах, по которым обучение проходит в очном режиме, то таких факультетов у нас два. Первый – это предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Набор только для юношей. И второй факультет – это факультет техносферной безопасности. Специальность выпускника – пожарная и промышленная безопасность. Вот это уже факультет как для юношей, так и для девушек. А первый только для мальчиков? Только для юношей. Для того, чтобы стать курсантом, нужно пройти профессиональный отбор, который состоит из нескольких этапов. Например? Первый – это медицинское освидетельствование военно-врачебными комиссиями. А, это прям военно-врачебные? Да, плюс психофизиологический отбор. У нас весь, в принципе, учебный процесс, который в университете – это 20% того времени, когда обучающиеся проводят учебную аудиторию, и 80% на площадках. Это очень интересно. А вот скажите, бывает у вас, что вам звонят бабушки, дедушки, мамы, современные родители? Он какой? Телефон приемной комиссии, который сегодня работает – это просто целиком и полностью психологическое сопровождение родителей. А что они спрашивают? Вот какой вопрос? Сегодняшний молодой человек – это не тот, который был раньше. Да. Когда он делал все самостоятельно. Все меняется. А сейчас говорят, мы так им дули, что аж простудили в одно место. А сейчас некоторые говорят, надо 18 лет уже с дома выгонять, чтобы что-то сам делал. Ну, понятно. Поэтому, конечно, мамы, папы, бабушки с дедушками очень переживают, где их ребенок будет жить, что он будет делать. Конечно. И я бы еще одеялко пришла посмотрела, тепленько или нет. Часто ли он будет приезжать к ним домой, чтобы навестить. Ну и, естественно, кушать, медицинское сопровождение. Все волнует родителей. А скажите, а у вас дети есть? Есть, но маленькие. А, так вот почему вы такой еще, такой, говорите, надо строго, надо выгонять. Вот посмотрю, когда вашим детям будет 18 лет, как вы их выкинете за дверь, и дверь на замок закроете. Я вам скажу, что в этом учебном заведении я нахожусь с 1989 года. Неплохо. С момента своего рождения. Потому что отец мой работал здесь. Да. И фактически, ну, я вот... Жить вам было негде, потому что ваш отец был суровым человеком, он вас выгнал на улицу. Именно так. Куда вы пришли, скажите? Мы пришли в учебно-тренировочный комплекс. Здесь ребята в суровых тех условиях, которые мы сейчас... Которые у вас были в детстве, скажем честно. Именно так. Оттачивают свои навыки и умения. То есть в полном боевом снаряжении. Да. В непригодной для дыхания среде ничего не видят. И вот мы так вот сейчас зайдем. Ну, я думаю, что да. Вы знаете, я не готова так сгореть на работе. Мы ни в коем случае вас... Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Меня Валерий Викторович. Очень приятно. Валерий Викторович, вы преподаватель. Да, я доцент кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций. Доцент. Да, консультант наук. Джентльмены удачи смотрели кино? У меня на телефоне музыка такая стоит даже. Какая... Отлюбляю людей еще с вами. Вот мы пришли, стоят железные вагончики, мустики. Что происходит здесь? Изначально вот этот комплекс предназначен для обучения курсантов. Действуем в системных условиях. По ликвидации пожаров, частных домовладениях. А пойдемте посмотрим, как это происходит, это самое практическое занятие. Так, давайте-ка посмотрим. Мы пришли сюда, где такое чувство, что пожар все время. Да. Вот непосредственно в этой комнате мы обучаем курсантов действиям по тушению пожара. Локализация источника возгорания. То есть здесь вы зажигаете, а не тушат. Да, они тушат, они подают стволы, правильность подачи стволов, правильность захода в помещение. А это имитация человека. Да вы что? Не, ну это шланг какой-то. Это пожарные рукава, которые отработаны, и мы с них делаем чучело. А мы же сможем посмотреть, как все? Конечно, без вопросов. И потушили. Конечно. Продолжение следует... Здравствуйте! Так что, заходим? А что это здесь? Здесь у нас занятия проводятся для подготовки действиям именно в стесненных условиях. Как стесненных? Чтобы они понимали, что когда заходишь... А, в узком пространстве? Да, в узком пространстве. В узком пространстве имеется у нас специальное оборудование, которое запускает дым. Театральный дым. А у неедки? Нет, у неедки. Но они же, опять же, они заходят в аппаратах, нажатые в воздухе, они закрыты, маски. И они отрабатывают свои действия. Даже если что-то случится, маску сорвет, он не задохнется. А какие они вопросы задают? Как правильно сориентироваться, если потерялся? Если потерялся в дыму? Да, в дыму. А как правильно сориентироваться? Запоминать, как захочешь. Именно вот есть понятие метода правил правой руки. Вот так. А, правой. Правой руки. Идешь, 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 идешь. Трогаешь, куда идешь, и пониже выходишь. Ты идешь, идешь, выходишь. Вот, видите, метод правой руки. Я такого не слышу. Еще есть, допустим, с помощью рукава. Мы же идем с собой, тащим с собой. А, ну как вот знаете, как в детстве сказки были. Клубочек. Да, да, да. Разматываешь полисы, чтобы не заблудеться. Поняла. Спасибо, Валерий Викторович. Ну, давайте теперь посмотрим. Ну, давайте сейчас, да, давайте посмотрим. В международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту наши сборные не раз доказывали свое мастерство и поднимались на пледе, стал за медалью. В прошлом году на чемпионате в Самарканде сборная мужская выиграла золото, а женское серебро. Давайте посмотрим прямо сейчас, как тренируются будущие чемпионы. Ой, какие красивые все. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Светлана. Виктор. Очень приятно. Какие дисциплины входят в пожарно-спасательный спорт? Зимняя программа подготовки или участия в соревнованиях это подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Ребята преодолевают, стартуют с колодок, потом преодолевают забор, подхватывают рукава, пробегают по буму или бревну, соединяют между собой рукава, подсоединяют под разветвление и выбегают на финишную линию. Это все на протяжении 100 метров. Это следующий вид или боевой работы, это прокладка магистральной линии или рабочей линии к очагу пожара. Спортсмены работают с рукавами, с гайками, со стволами, это то же самое. А смотрите, вот каждый спортсмен должен уметь выполнять все, что взаимозаменяемость должна быть. Вот такая история. Он универсальный. Универсальный должен быть. Все элементы пожарно-спасательного спорта составлены из боевой работы. Все, кто поступают здесь, проходят обязательно программы подготовки спасателя. В каждом семестре по 32 часа обучения пожарно-спасательного спорта. Вам что было самое сложное? Вот вы когда были студентом? Я первый выпуск этого учебного заведения. Первый? В 95-м году. Самое сложное было, это не прийти на тренировку. А вы почему не пришли? Загуляли на танцах? Нет, не на танцах. Разгиндяй были? Нет, есть еще много мероприятий в университете, которые также мы были задействованы. Мы находили время на то, чтобы нам организованное время для того, чтобы мы проводили подготовку. А сейчас это обязательная история? Обязательная программа. По 6 часов в неделю, по 4-6 часов в неделю мы проводим подготовку. Они же без страховки. Страховка является сетка. То, что мы говорили, страховщая сетка, которая также спасла уже немало жизней. Прям падают иногда? Да, падают. Да, с 4 этажа, с 5 этажа падали в сетку и благополучно дальше продолжали выполнять упражнения. Хорошо. А если человек понял, что вот не мое это, страшно мне, что тогда? Нет, пожарный спасатель должен в первую очередь преодолеть страх. А я вот смотрю, девочки у вас пару там вижу, а тут одни хлопцы у вас. Девчонки также занимаются пожарно-спасательным спортом, также проходят всю программу подготовки. Да. Все девчонки, которые у нас есть, 10-15 человек на каждом курсе, они также проходят всю программу подготовки. А, наверное, потом все пережениваются. Нет, не все, но есть, создают семьи. Конечно, рядом. И семьи очень красивые. И очень крепкие семьи, я хочу сказать вам. Я даже жалею, что, наверное, моя жена немножко когда-то не связалась с СМЧС. Она отсюда тоже? Нет, она не с СМЧС, но когда-то не связалась. Почему? Потому что, наверное, одна работа, она объединяет и поддерживает друг друга очень хорошо. Нет, ну, знаете, вы главный, значит, как-то вы не поспособствовали, не создали, так сказать, атмосферу, чтобы она... Я хочу сказать, что, наверное, она создавала атмосферу, чтобы я мог себя реализовать в этом деле. Вот, поэтому вы сейчас по телевизору рассказываете. Как зовут вашу жена? Галина. Пожалуйста. Галина, все, что есть, это у меня ты. Ай, как красиво! Галя, как это красиво! Это же не все мужья так могут. Некоторые толк-толк бог не может ничего сказать. А ваш какой? Наученный какой. В МЧС всей жизнью. И сколько деток у вас? Один. Один ребенок. Здесь тоже? Нет, он не здесь. В Зубре работает. Республиканка отряд «Зубр». Давайте посмотрим уже. Вот прям в действии. Это, конечно, потрясающая история. То, что мы увидели. Сноровка, ну, несравнимая ни с кем. И вот проходят же мировые чемпионаты. Как мы там себя показывали? Ну, на данный период времени 17 чемпионатов мира прошло. Первый чемпионат мира проходил в Москве, город Москва. В 2002 году, где сборная команда Республики Беларусь стала первыми чемпионами мира пожарно-спасательного спорта. Вы? Да. Вы? Да. Я сходил в состав сборной команды Республики Беларусь. 15 лет был капитаном сборной команды Республики Беларусь по правильному спорту. Потом возглавил тренерство. Был тренер сборной команды Республики Беларусь. И сейчас мне удостоилось право или честь подготовить молодое поколение, которое со временем также будет отбираться в состав сборной команды Республики Беларусь. Вот так вы вот какой герой. Ну, я не совсем герой, я просто работаю над собой. Потрясающе. Когда мы ехали на первый чемпионат мира, были международные соревнования, то мы не понимали, что это такое. Но как только прозвучал гимн Республики Беларусь на пьедестале, вы как побежали? Одели золотые медали в конце, мы поняли, что мы чемпионы мира. И вы знаете, настолько результаты выросли. Если на первом чемпионате мира рекорд мира был 13,78, то на данный момент 12,56. За 12,56 секунд нужно все это сделать? Да, за 17 лет настолько выросли результаты. Ой, спасибо большое. Побед нам, но главное, победы победами, спорт спортом. Главное, спасите всех, кто в этом будет нуждаться. Я думаю, что все выпускники Университета гражданской защиты будут готовы на эти победы. Спасибо большое. А сейчас я хочу вам продемонстрировать следующую дисциплину. Это наши альпинисты или многоборья спасатели, которая также на протяжении всего курса обучения или четырех лет обучения также развивается в Университете гражданской защиты. Пойдемте. Меня зовут Светлана. Меня Виталий. Очень приятно. Занятия по альпинизму обязательные, да, в вашем университете? Да, дисциплина есть. Промышленный альпинизм, который посещают курсанты третьего курса. Обучаем альпинизм. А вот поймать не могут. Не могут поймать, да. Смотрите, а вот для спасателя альпинизм важен четко. Есть такие места, которые не могут достать лестницы. То есть у нас есть струкнодоступные места, предприятия, в которых работают люди, которые альпинисты работают, могут зависнуть. Техника не может туда достать. Либо лесная местность. Но смотрите, а не зависли там пожар? Альпинист должен тушить или должен спасти? Он должен спасти человека, да. То есть пожар может быть... Или заклинило где-то кого-то в каком-то. Поняла вдруг потерял сознание, ну работник, промышленный альпинист, потерял сознание. Тогда же котика, когда жители пишут. Были случаи, когда котенка снимали с опоры моста внизу возле воды, спускались спасатели. И для этого нужны альпинисты? Первые спуски очень сложные. Потом, когда курсанты приноровятся, потом их уже за уши не оценили. А девочки плачут? Бывают. А вы что говорите? Я пытаюсь их успокоить. Если что, мы... Если не получается с первого раза, мы спускаемся, отдыхаем. А мальчикам же нельзя плакать. Хотя я считаю, что можно. Мальчики не плачут. Что же они, люди? Мальчики не плачут, просто переживают. А мальчики огорчаются. Да. Мужчины не плачут, мужчины огорчаются. А у вас семья, дети? А да, семья, ребенок. А сколько ребенку лет? Девять месяцев сегодня. Сегодня... Какой золотой папа! Он знает день, когда ребенка в девять месяцев. Мальчик, девочка? Девочка. А как зовут? Ксения. Ой, какое же счастье для вас. Небось с карими глазками, как у вас. Да, да. Маленькая копия. Маленькая. Вот уже у вас счастье. Ой, какая прелесть. Ксюшенька, расти, когда ты вырастешь. Большая папа тебе покажет, что говорил про тебя, когда тебе исполнилось девять месяцев. Ну, и жене вашей, конечно, большой привет. И вы, значит, здесь преподаете. Вот, ребятам вот это вот. Ой, а что это вас забыли? Вы болтаетесь еще тут. Это вас не забыли? Это вы оттачиваете прием. А это самый талантливый у вас. Разумеется. Ой, а как вас зовут? Маме привет передай, помаши в камеру. Крикни, мама, привет. Мама, привет. Отличненько. Вот я люблю, когда мамам на сердце тепло, знаете. Потому что мама же не знает, чем он тут занимается. А сейчас она увидит. Ну что, мы можем что-то посмотреть сейчас. Такое экстрим, я так понимаю. Экстрим какой-то. Хорошо, давайте. Спасибо большое. Ребятам вашим удачи. И семье вашей. И вообще всем преподавателям. Необыкновенная история. Мы счастливы, что мы вот прямо здесь находимся. Раз, ладошка, два, ладошка. Я пока что не звезда. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. Потому что девочки зажигают пожары только в ваших сердцах, дорогие мальчики. А что же делать с квартирой? Мы держимся. Вот мы. Бугом через правду. Ой! Верно! Держись, Светлана. Тренируем вестибулярный аппарат. Доброй ранее ты, Беларусь! Курсанты Университета гражданской защиты МЧС Беларуси активно занимаются научной деятельностью и регулярно патентуют новые разработки. Сейчас нам обещали показать что-то инновационное. Здравствуйте! Меня Светлана зовут. Здравствуйте! Меня зовут Гусаров Игорь. Я курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. А какого курса? Четвертого курса. Ой, вы выпускник. Да. Это ваш товарищ-спасатель? Да, это курсант тоже нашего университета. Он выполняет упражнения на тренажере, а именно тушение квартиры. Сам этот проект называется Верс. Это тренажер для подготовки спасателей и пожарных с имитацией эффектов физических воздействий. То есть мы в виртуальном мире воссоздаем чрезвычайную ситуацию. И при помощи VR-технологий, таких как VR-очки, костюм обратной тактильной связи и контроллеры, мы перемещаем человека в виртуальный мир. А вы сами так пробовали? Конечно. Ты попадаешь, когда в настоящую историю, это помогает, вот эта виртуальная реальность? Обучающийся получает необходимые навыки и знания для того, чтобы применить их в реальной жизни. Конечно, мы не можем полностью заменить в виртуальном мире обучение в реальности, но он получает те знания, которые ему необходимы для того, чтобы не совершать ошибок в реальной жизни. А как вас зовут? Ваня. Ваня, Ваня, Вань, скажи, а можно к вам подойти? Я начинаю работать. А, начинай, Ваня, работать. Поясняй свои действия. А, да, Вань, комментируйте нам, пожалуйста. На сайте я отключаю электроэнергию в квартире. Сейчас я открываю дверь и отхожу в сторону. Таким образом я переждаю появление обратной тяги. Сейчас я захожу в квартиру. Да. И включение разбили. А там темно и дым, правда? Мы находимся в сжавшем. Ой, да, вот в ванной комнате. Мы тоже. Мы можем первым делом вырвать. Так. Передать. Не делайся. Так, вот вы передали человека из задымленного помещения и начинаете гасить пожар, да? Да. Ну давайте уже закончим историю с Иваном. Иван, снимать. Покажите нам свое героическое лицо. О, ну и как вам было? Здорово. Нормально, да? Скажите, а для чего вот этот у вас такой красивый наряд? Я вот не понимаю. Получается, это костюм обратной тактильной связи. На нем расположены электроды. Он может нагреваться, когда мы подходим близко к огню. Также, если вдруг мы тушим включенный электрический прибор, перед этим забыв его отключить, он будет бить нас ударами электрического тока. А этот костюм, это вообще изобретение чьего? И когда? Это, получается, это мой проект. С этим проектом мы выступали на проекте «Стой день для Беларуси» и победили в номинации. Сейчас этот проект уже прошел апробацию и применяется в университете для обучения. Ой, спасибо большое, это очень интересно. Всего добра. Всего добра. Славятся наши будущие спасатели и своими творческими способностями. Например, наш герой Павел Лащевский, победитель многих вокальных конкурсов. Как удается совмещать ему сцену и изучение техносферной безопасности, узнаем у него прямо сейчас. «Стой день для Беларуси» А вы в детстве, наверное, все время напевали какие-то песенки? Не сказал бы, что какие-то напевал, но в детстве я очень много пел. Вышел я на сцену, большую сцену, впервые в пять лет. Почему тогда вы не пошли в Институт культуры, в театральную академию? Очень интересная история. Началась она все так же и с детства. Мой папа был спасателем, и я пошел по его стопам. И в 2017 году я поехал на слет юных спасателей пожарных в Зубренок, где еще больше окунулся в атмосферу спасателей. А вы хорошо учились в школе, чтобы в Зубренок поехали? Да, это был слет юных спасателей, меня пригласила Гродненская область. В последующем, в 2018 году я стал командиром команды Гродненской области в Ламе и выступал в Зубренке уже в роли командира. А папа сейчас уже еще работает? Уже вышел на пенсию. Вышел на пенсию. Ну, можешь передать им привет и сказать, спасибо папу, что ты привел меня в эти ряды. В ряды МЧС Республики Беларусь. Я очень горд, что стал курсантом университета гражданской, учитель МЧС Беларуси. И на каком вы курсе? Я учусь на третьем курсе в факультете техносферной безопасности. Техносферная это как? Техносферная безопасность, вот это и есть именно направление инспекции, государственного пожарного надзора, то есть проверки зданий, сооружений. То есть это не когда горит, а хорошо ли все устроено? Все верно, то есть проверка объектов. А где у вас пожароизвещатель в вашем клубе? Вот, обратите внимание, сверху. Большой? Их 5 здесь даже, 4. Да, помещение большое, поэтому они большие. А, поняла. Я из города Слонима, Гродненской области. О, мы недавно там снимали программу. Да, 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 я смотрел. Это мои преподаватели, с которыми я работал. Ой, прекрасно. И это моя восьмая школа, в которой я учился и начинал свой творческий путь. Вот это музыкальная школа твоя, где этот прекрасный хор мальчиков. Все верно, хор Зубраня, я в нем тоже пел. Кланяйся своей школе, дорогая Слонимская школа. Вот, вы представляете, я не могу никак от вас отойти. Вот только была, и вот Паша стоит, ну потрясающе. Здесь самое сердце на пораженье. Что же ты едешь с этой мишенью? Я все расстратил, карты открыты. Здесь, что есть силы, и будем биты. Самое сердце. Спасибо большое. Мне кажется, нужно приглашать сюда институты, где у нас очень много девушек. Например, педагогические, разные другие. И концерт. Правильно? Балы, концерты. Потому что мальчики и девочки надо дружить. О, кому-то достанется счастье. Добро пожаловать в образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС. На 10 тысячах квадратных метрах находится 37 интерактивных площадок по экологической, транспортной, пожарной безопасности. Одним словом, всех тех ситуаций, для которых мы набираем 101 или 112. Уверена, что будет зрелищно. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Очень приятно. Меня зовут Елена. Очень приятно. Никогда не была у вас в центре. И он как-то зажат городом. Как-то даже сходу, если не знать, то и не попадешь. Здесь экскурсии проходят? Да, мы называем их не экскурсиями, а занятия по безопасности в виде игры. Это действительно уникальный центр. И уникальность его состоит в том, что он объединяет разные направления безопасности. Это не только безопасность пожарная, как кажется, к МЧС относится. Это и транспортная безопасность. Это правила поведения в разрушенном городе. Это правила поведения во время землетрясений. Я читала, что у вас воспроизводят как-то землетрясения, завалы, поезд, как будто есть волшебный. Это тренажеры. Да, мы все увидим, мы вам все покажем, заинтересуем. Вы обязательно к нам придете на наши занятия. Занятие длится полтора-два часа. Но пролетает это время очень быстро, потому что в виде игры это фактически квест на выживание. Но это больше, наверное, для детей или все-таки с родителями? И дети, и взрослые, дети отдельно, и взрослые отдельно приходят. А с чего можно начать? Вот нам такую краткую экскурсию. Вы знаете, что я предлагаю вам начать вот с этого автомобиля переверкашу. С этого красивого автомобиля. Андрюша, мы тебя очень уважаем. Я бы ни за что, и никто бы из нас, и ты, главное, так с нормальным лицом, веселым. Все хорошо? Да, все хорошо. Вот я сейчас, естественно, на практике, чувствую, сколько важно присоединяйся. Насколько ремень держит, да? Да ты просто висишь вот так вот на ремень, а не головой в потолок. Да. Просто висишь на ремень. А вы сами так пробовали? Да, конечно. Ой, я как-то не готова. Да, конечно. Пока испытывали этот тренажер, да. Это любопыт. Данный тренажер имитирует аварию. Да. И здесь важно показать людям, насколько важно пристегиваться, и что ремень действительно держит. На заднем сидении плачет ребенок, когда вращается автомобиль. То есть мы показываем, что в кресло обязательно нужно посадить ребенка, и это ответственность родителей. Вот, поэтому это и для детей, и для взрослых. Очень впечатляет совхождь. Ну, давайте, Светлана. Ни за что. Нет, вы знаете, у меня этот вестибулярный аппарат. Я когда-то Супер-8 проехала, и помню это до сих пор. Наши занятия мы проводим с использованием иммерсивных технологий, вот таких. То есть наши все тренажеры – это погружение в некую чрезвычайную ситуацию. Поэтому я предлагаю смотреть дальше наши тренажеры. И пройдемте. И пройдемте. Мы попали в такую красоту, в такой красивый город. Я никогда не представляла, что у нас есть вот эта история. Вот. А что это? Это правило перехода проезжей части. Вы только что попали под автомобиль, Светлана. Нет, я никуда не попала. Вас он напугал. Мы сейчас дождемся с вами зеленый. Да. Станем. Станем на тротуар. По пешеходному переходу. Да. Мы ждем. Вот, теперь мы можем идти. Мы пошли. Дяденька, спокойно, мы пошли. Правильно. Скажите, а сколько существует этот центр? 26 января будет два года нам. Ровно два года. Я в потрясении. А вот мы пришли на настоящий вокзал. Да. Данная локация называется «Транспортная безопасность». Мы рассказываем о том, как себя вести в транспорте во время чрезвычайных ситуаций. Какие там могут быть чрезвычайные ситуации. И что, мы с вами пойдем в поезд? Пойдем и будем окажемся в какой-то чрезвычайной ситуации. Ой, я не понимаю, мне надо знать, какой. Проходите. Красивый поезд. Вроде все хорошо, все прекрасно, поля луга. Присаживайтесь. Я-то уже знаю, все, что случилось. А, вы уже все знаете, что вам покажут. Да, присаживайтесь. Что, надеваем? Да, надеваем очки. Ой, подождите еще. Это интересно. Ой, как-то не могу. Ой, красиво. Все, можете смотреть. Подождите, дайте, я за вас хватанусь. Ой, подождите. Так, отлично. Все? Привесно. Замечательно. Ой, ой, где вы? Где вы? Посмотрите вокруг. Ну как? Ой, у меня вокруг город, люди ходят красивые. Вы находитесь в автобусе, да? Да. Да. А, не в поезде, я в автобусе. Вы в автобусе, да. И все разговаривают друг с другом через... Ой! Все хорошо, я рядом. Я рядом, все хорошо. О, видите, это столкновение. Момент столкновения. Вот такой рывок происходит. Ой! Ой! Снимаю? Да. Ну, неожиданно, конечно, но не страшно. Ну, конечно, не страшно, потому что я знаю, что я здесь, в образовательном центре. Все рядом, вы в безопасности. И вы рядом, да, конечно. В центре безопасности люди в безопасности. Мы говорим о том, что если такая ситуация случилась, то нужно разбить вот таким молоточком, да, стекло. Да. И постараться выйти, помочь другим. Помочь другим. Да, то есть вот такие ситуации мы проговариваем. Это тренажер действительно имитация землетрясения, он называется. И подсмотрели мы его в Узбекистане. Там, конечно, землетрясения бывают часто, и людей обучают наши спасатели, коллеги. И мы решили такой же тренажер установить и у нас. К счастью, у нас землетрясений нет. Но наши белорусы любят путешествовать и часто выезжают со своими семьями в страны с высоким риском землетрясений. Поэтому как себя вести, где прятаться, что делать в этой ситуации, они должны знать и иметь. Имитация землетрясения от 1 до 9 баллов. До 9. Давайте мы сейчас 4. А что же делать с каждым? 4, мы держимся. 4. Он сам, ну, совсем слабый. Это 4 балла. Надо сказать, что в странах, где есть землетрясения, люди даже не выходят из зданий. Они уже знают эти баллы? Конечно, они знают. И у них строятся танцующие здания, которые не рассыпаются. Так, а они же не знают. Вот сейчас 4, а может через полчаса или 5 минут будет 8. Ну, там же всем объявляют. А, они знают. Ну, давай 8. Держимся. Ой, груши все разные. Мария, Светлана! Держись, Светлана. 6 секунд. Груши поймала. 6 секунд. Молодец, Светлана. Все. Выдержала. Все. Все хорошо. А что это за кнопочка? А это если кому-то очень плохо, можно остановить. Вот так. Я думала, должна быть кнопочка. Ну, 9 уже не включать. Слушайте, ну, прям 8. Прямо. Да, это разрушительное землетрясение от 7 и выше. Это уже разрушительное. Это, знаете, весело, когда мы в прекрасном образовательном центре в городе Минске. МЧС. Как развлечение, да? Как адекционерное. Да, это такое. И все равно остренько, знаете, остренько. Но, во всяком случае, об этом нужно знать. И вот здесь потрясло. Но ведь вы, наверное, и рассказываете, как прячется. Вот когда вы к нам придете на занятия по безопасности, мы вас обучим. Все, я поняла. Все, собираем груши. Да. Мы с вами перешли к другой локации. Называется правило поведения под завалами. Да, землетрясения в нашей стране нет, но есть взрыв бытового газа, который тоже может привести к разрушению здания. Первое, мы говорим, не паниковать. Нужно подавать сигнал спасателю. Стучать металлическим желательно. Кричать, стучать, да. Кричать не нужно, потому что силы потеряете. Но как только вы услышите голоса лай собак, то можно уже позвать на помощь. Значит, и вас услышат. То есть, вот, как бы жутко это ни звучало, мы об этом говорим. Я стою с вами после землетрясения, а вы у меня прям кружите. Ну, совсем вестибулярный неровный совсем. Лена, огромное спасибо. Я очень рада, что вы теперь, уважаемые наши зрители, знаете, как можно провести несколько часов с пользой. Потому что не только дети, но и взрослые любят в форуме игры напоминать себе о каких-то важных вещах. Как сюда попасть? Теперь главный вопрос. Нужно записаться обязательно, предварительно записаться на наше занятие. И так просто с улицы все у вас расписано как-то. Ну, потому что поезд занят, землетрясения заняты. Конечно, каждые полчаса идут занятия. Это красиво, ново, очень, очень, так знаете, фундаментально. Нам есть чем гордиться, потому что, не знаю, говорили ли вам уже о том, что наш центр единственный на постсоветском пространстве. Таких центров нет. Они есть только в Китае, в Корее. Вот мы подсмотрели этот опыт там. И мы подсмотрели и сделали. Вот поэтому здорово и хорошо. Всего доброго. Огромное спасибо. Приезжайте к нам за занятие полноценное. Полноценное. Полноценное, Лена показала. Я выхожу от вас абсолютно полноценное. До свидания, Лена. Немножко плохо вас вижу. Всего доброго. Вот таким получилось наше утро 21 января. Мы поздравляем всех сотрудников МЧС с Днем Спасателя. Спасибо вам огромное за вашу работу. И привет всем героям этой программы. Увидимся через неделю. С вами всегда ваша Светлана Боровская. И ждите в гости. Позвони мне. Позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни Голос тихий и глубокий Да вы что? Не, ну это шлама какой-то. Звезды тают над Москвой Может я забыла гордость Как хочу я слышать голос Как хочу я слышать голос Долгожданный голос твой Позвони мне. Позвони. Без тебя проходят дни Что со мною я не знаю Умоляю, позвони Позвони мне, захлинаю Так вы вот какой герой Ну я не совсем герой Я просто работаю Дотянись издалека Пусть над этой звездной песной Вдруг раздастся гром небесный Вдруг раздастся гром небесный Телефон на звонка Ой, а что это вас забыли? Вы болтаетесь еще тут Позвони мне, позвони Мы поздравляем наших спасателей С профессиональным праздником И давайте все вместе сделаем так Чтобы у них было как можно меньше работы И помните Номера МЧС 101 и 112 Позвони мне, позвони Если я в твоей судьбе Ничего уже не значу Я забуду о тебе Я смогу, я не заплачу Эту боль перетерпят Я дышать не перестану Все равно счастливой стану Все равно счастливой стану Даже если без тебя Конечно, без вопросов Конечно, конечно Доброй ранец и Генарусь Доброй ранец и Беларусь